В выходные приюту ЗОО 37, расположенному в деревне Кадниково, исполнилось 4 года. Сейчас здесь рекордное количество животных – 240, 60 кошек и 180 собак. Несмотря на тяжелое финансовое положение, приют существует за счет личных средств организатора и помощи спонсоров, он постоянно разрастается, строят новые площадки для выгула и помещения для передержки. Важнейшие волонтеры считают свою просветительскую работу. Они регулярно проводят беседы с ивановцами, призывая их быть более ответственными со своими питомцами. Создаем и плакаты, и агитируем в соцсетях, потому что сейчас это самая основная масса людей сидит там. Привлекаем к тому, что если не готов, то вообще не бери. А если бери, то нужно вести это дело до конца. Если даже ты по какой-то причине не можешь ухаживать дальше за ним, то принести в приют – это не выход из ситуации. Ты должен сам найти для него дом, потому что ты за него в ответственности. Алиса – двукратный победитель первенства России по боксу, тренер и волонтер. Она – частый гость приюта для животных. В прошлом году участвовала в социальной акции «Забери друга из приюта». Пса, с которым фотографировалась девушка, сразу забрали. В этот раз на экскурсию в Зоу-37 она привела своих воспитанников. Мне хотелось бы прививать то же самое своим детям, которые у меня тренируются. Но они, правда, уже не дети, они уже все взрослые, совершенно летние. И мне кажется, это каждый человек должен делать. Если он не имеет какие-то материальные блага, он может поделиться частичкой теплоты, доброты и своего времени. Ребята останавливались у каждого вольера или клетки и с удовольствием гладили животных. К сожалению, сотрудники приюта не в силах уделить много внимания всем питомцам. Четвероногим нужна ласка волонтеров и посетителей. Когда мы посещаем приют, нам становится хорошо, мы помогаем животным, мы делаем добро, мы с ними играем, гладим их. Они становятся намного добрее, чем раньше. И после отсюда мы уходим счастливые и довольные. Также животным постоянно требуется корма, подстилки, лекарства. Это более миллиона рублей в год. Без учета коммунальных платежей. Многие питомцы поступают сюда, пострадав от людской жестокости или попав под машину. Я пришел немножко пообщаться с животными. Я никогда не был в приюте. То есть для меня это как бы немножко маленькое открытие. Я посмотрел на животных. Я бы, конечно, хотел себе взять собачку. Этого кота сбила машина в районе Минеева. Животное сильно пострадало. Хозяйка, узнав о дорогостоящем лечении, сразу отказалась от питомца. Теперь Мурзик живет в приюте. Сломанная челюсть зарастает. Мы его также из шприца кормили. Потом скобу сняли. А опять он не ест. То есть нам пришлось... То есть до сих пор мы ему капаем капли в нос для кровообращения, потому что у него отказала левая сторона полностью. Глаз видел, но он не закрывался. То есть у него видно было от удара машина. То есть у него была повреждена вся левая сторона. Оксану можно назвать воскресной мамой пса по кличке Рекс. Именно она привезла раненую собаку в приют, затем возила по клиникам, оплачивала лечение. Взять в квартиру хоть и спокойную, но большую собаку женщина не может, но регулярно навещает пса. Оксана очень надеется, что однажды Рекс обретет дом. У этой собаки характер ласковый. Он не агрессивный, он очень терпеливый. Мы с ним сколько ездили на перевязки, он никогда никого не укусил и даже не рычал. Ему даже пасть не перевязывали. То есть он очень терпеливый пёс и ласковый. Мы когда приходим к нему, он сразу-сразу начинает к нам ластиться и гладь его, и гладь его. Сотрудники приюта в ближайшее время прогнозируют наплыв животных. Безответственные хозяева, покидая дачи и приусадебные участки, питомцев с собой не забирают. К сожалению, принять всех четвероногих в приюте не могут. Поэтому остается надеяться, что животных будут активно не только привозить, но и забирать.